Солнце. С глубокой древности Солнце было объектом поклонения. Культ Солнца – явление естественное, невыдуманное, поскольку его роль в жизни вообще и в каждодневном существовании человека очевидна и определяющая. Здесь примечание от меня веб-рассказ, скобка открывается, потому прежде чем навязывать людям другие религии, нужно было уничтожить культ Солнца, невыдуманный, а естественный, и затем столетиями внедрять в сознание людей, что естественный ход жизни – это язычество поганое, а вековечные символы Солнца и огнепоклонников, крест, полумесяц, так называемую теперь «звезду Давида» и прочие древние символы, необходимо было присвоить и вложить в них иной смысл, а свастику, в кавычках, древнейший символ Солнца, при удобном случае запретить, что и произошло. Это было примечание от меня веб-рассказ, скобка закрывается. Интересно и подталкивает к размышлениям, что в разных языках Солнца разного рода. У нас Солнца среднего рода, в английском и многих европейских – мужского. А скажем, в скандинавской мифологии Солнца, в скобках «суль» – женское божество. Социализм. Если охарактеризовать XX век каким-то одним словом, я бы предложил слово «социализм». Это одно из самых известных, часто употребляемых и одинаково звучащих почти на всех языках слов. Его философский и политический смысл нуждается в уточнении, поскольку XX век дал миру несколько самых разных вариантов социализма, сделав тем самым слово весьма многозначным. Социализм – это не тип экономики, не план вместо рынка. Это другое целеполагание, другой смысл существования государства и общества. Это стремление к справедливости, равенству, свободе, к тому самому, при котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех. Следует также отличать теоретические модели социализма, их тоже несколько, от практической реализации. Социализм имеет несколько существенно отличающихся вариантов воплощения. Когда на свете была только одна социалистическая страна – СССР, было проще. Ее особенности были главными критериями – отмена частной собственности, плановая экономика, диктатура, пролетариата. Потом появилось много разновидностей социализма со смешанной экономикой и вариантами демократии. Для меня социализм – прежде всего не некая абстрактная доктрина, а личный опыт даже не просто жизни при социализме, а опыт строительства социализма в СССР, в котором я принимал сознательное, осознанное участие. Опыт исключительно важный и позитивный. Главная ценность социалистического образа жизни была в его смыслах, целях и идеалах. То, что я делал, к чему стремился, о чем мечтал, не определялось стремлением заработать побольше денег, обрести материальные блага. Профессию я выбирал. Именно выбирал из большого разнообразия, ориентируясь на собственное увлечение, предпочтение, наличие или отсутствие природных данных. Я не втискивался в коридор возможностей, не ориентировался на перспективный спрос. Социализм в СССР полностью освободил меня от заботы о деньгах и материальном благополучии, поскольку определенный уровень благосостояния был гарантирован практически всем. И меня этот уровень, как некая гарантированная стабильность, вполне устраивал. То, чем за это так или иначе пришлось расплачиваться, ограничение каких-то свобод или возможностей потребительского рынка, меня не очень-то беспокоило, хотя были люди и с другими иерархиями ценностей. Возможности улучшать материальный уровень, становиться более обеспеченным, тоже имелись. Я от них не отказывался. Тем более, что эти возможности могли реализовываться в рамках избранной профессии и существующей в ней социальной лестницы. Я хотел быть физиком, заниматься наукой и стал им, окончив физический факультет университета, затем аспирантуру, защитил диссертацию. Дальнейший путь был в общем ясен и предполагал различные возможности для развития и роста. Я не говорю, что все было идиллически гладко, что не было проблем, противоречия, неприятия многих социально-политических реалий все это было и тоже составляло содержание жизни. Но главный, ныне утраченный, подход к выбору жизненного пути по способностям, по интересу, по моде и так далее, а не исходя из перспектив найти работу и заработать денег, был исключительно позитивной особенностью этого строя. При этом спектр возможностей, профессий, видов деятельности, ступеней социальной лестницы, форм общественного признания и личного самоудовлетворения был необычайно широк. Ныне он оскорбительно узок. Позитивным было и стремление к построению общества социальной справедливости. Социализм в СССР решал, например, задачу отказа от сословно-конфессионального общества, полагая это устройство несправедливым, и решил ее. О содержании понятия справедливости я размышляю в отдельной статье «Справедливость». Ссылка активна. Подчеркну, я говорю о стремлении, а не о достижении обществом окончательной справедливости. Далеко не все на этом пути удалось. Далеко не совсем следует соглашаться, но цель такая была. Движение к ней было. И результаты тоже имелись вполне очевидны. Исключительным по важности и наблюдаемым последствиям был опыт устранения из жизни фактора частной собственности на средства производства. Это чаще всего и считают отличительным признаком социализма. Несомненно, опыт СССР свидетельствует, что этот фактор кардинально изменяет содержание жизни, жизненных мотиваций, расширяет и обогащает возможности управления экономикой, позволяет достигнуть небывалых экономических целей. О негативных сторонах социализма и их последствиях написано и без меня. Причем в несоразмерных с этими последствиями количествах и с гипертрофированной пропагандистской страстностью. Поэтому я об этом говорить не буду, равно как и не буду полемизировать с многочисленными агитаторами, живописующими ужасы тоталитарного режима. В кавычках. Я же говорю о прелестях и преимуществах тоталитарного режима. Коль скоро кому-то охота использовать это словечко, придуманное кажется ханной арендет. Для запихивания в один идеологический короб нацистского режима, расцветшего в ее Германии, и советского строя, разгромившего и уничтожившего этот самый, абсолютно чуждый и враждебный ему, национал-социализм Третьего Рейха, я настаиваю на позитивной коннотации понятия социализм, именно благодаря опыту его строительства в СССР. Этот опыт показал уникальные возможности социализма, продемонстрировал многие черты возможного общества будущего, показал иную модель развития человечества, альтернативную инерционному западному движению в сомнительном направлении с тревожной перспективой. Этот опыт выявил также и ограничения советской модели социализма, неспособность ее решить ряд исторических задач, приведшую к остановке самого опыта в форме распада СССР и погружения страны в период трагического поиска своего места в мире. Не повторяя здесь высказанное ранее осуждение на сей счет, упомянул свою статью «Обдумывая уроки СССР», опубликованную в номере 14 Альманаха «Развитие и экономика» в 2015 году. «Крах социализма в СССР не означает ошибочности самой идеи социализма, не означает запрета или невозможности поиска путей построения общества социальной справедливости. Неудача, постигшая нас, может стать удачей. Но для этого надо захотеть еще раз попробовать построить социализм, проанализировать собственный и мировой опыт и решиться на новую попытку. Я бы этого хотел». Я думаю, что строительство социализма – это не попытка жить в ладу с предсказаниями и предписаниями учебников исторического материализма, а практическая задача, проект, который можно задумать и реализовать. Еще одно слово, которым наряду со словцом «социализм» можно охарактеризовать век 20-й – это слово, вернее, имя «Ленин». Что не говори, но понятие «социализм» оторвать от «Ленина» невозможно. Так что напишу несколько слов о Ленине. Хотя бы потому, что в моей картине мира он есть. Ленин, как никто другой в истории, дает и повод, и серьезные основания для размышления о том, как можно, как нельзя и как должно оценивать роль политиков в истории, в судьбе страны, народа, отдельного человека. Но сделать это чрезвычайно сложно, потому что Ленин не просто политик, оставивший след в истории, не просто человек, осуществивший преобразования, последствия которых ощущаются веками и во всем мире. Он для русских, для советских, человек превращенный в миф. Он подобен лицам и сонма религиозных персонажей, сродни пророкам, святым, мученикам и прочим, если апеллировать христианской номенклатуре. Борец с религией, он был превращен коммунистической пропагандой в одного из основателей коммунистической квазирелигии. Я думаю, что эта суциальная мифологизация Ленина, производимая усилиями историков КПСС, и создателей художественных образов Ильича, принесла немало вреда делу социализма. Есть, особенно сейчас, после грандиозного, по своей силе пропагандистского вала, разоблачений ужасов социализма и зловредной роли немецкого шпиона Ленина. И те, кто к Ленину испытывает прямо-таки личную ненависть. В общем, как мне кажется, о Ленине и о социализме пока не написано. Ни одного беспристрастного научного исследования. И я не возьмусь за такую задачу даже на уровне краткого СССР. Я не беспристрастен. Я не могу, подобно китайцам, взвесить на весах дела Ленина и заявить, как они, о Мао Цзэдуне. На 70% был прав, на 30% не прав. Нет у меня таких весов. Да и русскую историю и дела ее исторических личностей двумя параметрами прав и не прав не опишешь. Она сложнее. Если мы живем в России, любим ее во всей ее противоречивой сложности, хотим, чтобы она развивалась, чтобы тут продолжали жить наши дети и внуки, и чтобы жилось им все лучше и лучше, тогда нам нужна в целом позитивная история. Главная эмоция, которая должна вызывать в человеке-патриоте обращение к истории своей страны – гордость. Не сусальный миф о непрерывно благостной стране, народе и ее вождях, но все равно гордость. Не забывая об ошибках, стратегических и персональных, о преступлениях и горестях, рассматривать исторический путь народа как непрерывный поиск пути к справедливому устройству жизни. В этом корневая движущая сила русских – жажда справедливости. И тогда и ошибки, и искривления исторической траектории станут отражением той сложности, с которой непрерывно сталкивается русский народ и его вожде. Избранная, назначенная, узурпировавшая власть или получившая ее по наследству. И тогда дела их мы сможем оценивать с точки зрения их цели. Хотел он вождь справедливости для всех или хотел власти и богатства для себя и своих подельников? Если он хотел справедливости, но двинулся сам и повел за собой страну и народ в неверном направлении и негодными путями, то он ошибся. И дела его – ошибки, нанесшие вред. И мы о них должны не просто помнить, а понимать, в чем они состояли, мог ли он двигаться к высокой цели иначе, и как надо было бы действовать. Чтобы так взвешивать свою историю и ее персон, надо проделать большую работу. Не только и не столько интеллектуальную, сколько работу совести. Взвешивать надо на весах совести, а не на основании сметы дебит-кредит. Не сделана пока такой работа. Но делается работа иная. И делается она с ужасающей настойчивостью и последовательностью. Все силы брошены на то, чтобы мы стыдились и своей истории, и тех ценностей, которые и формируют чувство справедливости. Нас загоняют в одну из двух воронок. Мир материального достатка, мир потребления, мир богатства, как меры всех вещей. Либо в религию, в метафизику. Ищите справедливости либо в богатстве, либо на том свете. И тогда все те, кто хотел построить наиболее справедливое из возможного на данном этапе развития общества, объявляются злом, монстрами, ужасом истории и стыдом народа. А я буду надеяться и верить, что построение справедливого общества у нас в стране возможно, и что общество это будет основано на социалистической этике. Именно этика, а не экономическая модель и прочее, есть фундамент и отличительный признак социализма. Капитализм – политика, экономическая система, нацеленная на удовлетворение, стремление к увеличению капитала, к получению прибыли. А целью и идеалом социализма является осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства, при котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех. Важно также сознавать, что не только формы государственного устройства отличаются друг от друга, столь же радикально отличаются мировоззрение и картины мира разных людей, при каких бы системах они ни жили. Можно выявить людей с одним типом мировоззрения и упрощенно назвать его капиталистическим, равно как и мировоззрение людей другого типа назвать социалистическим. Мировоззрение первого типа в большей степени опирается на индивидуализм и материальные цели и стимулы, второго – на коллективизм и стимулы моральные. Люди и того, и другого типа есть всегда и живут во всех типах государств. Соответственно, и у каждой из этих групп возникают ощущения комфорта и дискомфорта, непонимания и противостояния. Политические расслоения и противостояния в обществе не всегда являются прямым следствием существующего ментального расслоения, но политики могут использовать, усилить и организовывать для достижения своих целей группы людей с разными мировоззрительными доминантами. Завершая краткое эссе о великой идее социализма и о грандиозном опыте его построения в России, выскажу надежду, что наш народ к этой идее вернется, осмыслит ее на новом этапе развития и еще раз попробует построить общество справедливости. Это дело уже не моего поколения, а, скорее всего, поколения моих внуков. В общем, тех, кто родился уже в новой капиталистической России, кто свободен от родимых пятен моего поколения, очищен от скверных поколений моих детей, вступивших в жизнь уже в новой, в кавычках, России, погрязшей в пороках разрушения собственного прошлого, и первичного накопления капитала. «Я могу им помочь только словом». Сергей Белкин Это были отрывки из книги «Слова и смыслы». Автор Сергей Белкин и ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.